13 июля по всему Казахстану пройдут дни открытых дверей в онкобольницах. Такие дни помогают сделать медицинские услуги доступнее для населения. Уже в эту субботу кустанайцев будет ждать врач-онколог по адресу улица Кубеева 2. Несмотря на то, что мероприятие проводят для профилактики определенного заболевания, обращаться к специалисту можно по любому вопросу. С 9 до 13.00 часов у нас проводится день открытых дверей по профилактике саркомы. Все желающие могут обратиться и получить бесплатную консультацию врача-онколога. Пациент со всеми имеющимися анализами может обратиться без записи предварительной, только при наличии удостоверения личности может пройти бесплатный прием. После приема врача пациенту дается рекомендация. И с этими рекомендациями он обращается по месту жительства к онкологу. Обычно такие дни проходят 7-8 раз в год. В этот раз день открытых дверей посвящен заболеванию саркома. Это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток мягких тканей. А поскольку мягкие ткани есть по всему организму, то и саркома могут развиваться практически в любых его отделах. Саркома является достаточно опасным заболеванием, так как не имеют таких больших опций в лечении, как рак молочной железы или рак кишечника, где развивается неоднократное количество схем, разрабатываются новые препараты, новые опции. Более раннее выявление данного заболевания и возможность радикального хирургического удаления опухоли, оно обеспечивает более продолжительную, более качественную жизнь пациенту. Ксения Дисоенко – практикующий врач-онколог. По её словам, в месяц обращается как минимум 3-4 человека с подозрением на данный вид онкологии. В прошлом году в Кустанайской области диагноз подтвердился у 7 пациентов. На данный момент на учёте стоит 26 человек. Саркомы распространены более среди молодого населения, причём не имеют какой-то чёткой предрасположенности по полу, то есть среди мужчин и женщин в одинаковом практически количестве преобладают, но более часто встречаются до 40-45 лет. Сотрудники больницы отметили, что уже не первый год наблюдают эффективность таких консультаций, поскольку на приём приходит довольно много людей. До этого проводился День открытых дверей по профилактике заболеваний женской половой системы.